Павелас Ванагас родился 23 июля 1970 года в Шауляе в семье известной в Литве фигуристки и тренера Лилии Ванагейни. Начал заниматься фигурным катанием на открытом катке Каунаса в 1974 году под руководством матери. В возрасте 18 лет перешел из мужского одиночного катания в танцы на льду. Тренировался в спортивном обществе ЦСКА в группе Геннадия Аккермана. Где его партнершей стала Маргарита Дробязко. После распада СССР они приняли решение выступать за Литву. Что позволило им с сезона 1991-1992 начать участвовать во всех крупнейших международных соревнованиях. На протяжении многих лет в качестве тренера и хореографа им помогала Елена Масленникова. В середине 1990-х годов они около двух лет жили в Великобритании и тренировались у Джейн Тарвилла Ли Кристофера Дина. А с 1999 года с ними работала Елена Чайковская. Наиболее успешным в карьере Маргариты Дробязко и Павеласова Нагаса был 2000 год. Когда они выиграли этап серии Гран-при Скотт Канада, стали бронзовыми призерами финала серии Гран-при Чемпионата Европы и Чемпионата мира. В 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити литовские фигуристы также были близки к завоеванию медали. После оригинального танца они занимали пятое место. В произвольном танце опережавшие их итальянская и канадская пары допустили падение. Однако не были наказаны за столь серьезные ошибки судьями, расставившими пары в том же порядке, что и в оригинальном танце. Литовская федерация фигурного катания подала протест в Международный союз конькобежцев ИСУ, но он остался неудовлетворенным. На чемпионате мира в Нагана, 2002, Маргарита Дробязко и Павеласова Нагас вновь пытались опротестовать спорное решение судей. После оригинального танца они шли третьими. Но несмотря на безошибочный прокат произвольного танца опустились на четвертое место. Проиграв паре из Израиля Галит Хайт с Сергеем Сахновским одним судейским голосом, Литовская федерация фигурного катания вновь подала протест, поддержанный петицией, которую подписали более 20 спортсменов, тренеров, хореографов и судей, в том числе россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также их тренер Александр Жулин. Результаты чемпионата пересмотрены не были. Но, по мнению известной российской журналистки Елены Войцеховской, именно этот судейский скандал стал последней каплей, вынудившей президента Исаатавио Ченкванту настоять на введение новой системы судейства в фигурном катании, объявив о завершении своей спортивной карьеры. Маргарита Дробязко и Павелас Ванагас пропустили три сезона. Однако в 2005 году решили ее возобновить для участия в уже пятой для них Олимпиаде, выиграв турнир «Мемориал» Карла Шефера. Они квалифицировались на Олимпийские игры в Турине. На чемпионате Европы в Лионе завоевали бронзовые медали. Однако Олимпийский турнир сложился для них менее удачно. И они смогли занять лишь седьмое место. После сезона 2005-2006 Маргарита и Павелас окончательно ушли из большого спорта и сосредоточились на участии в «Ледовых шоу». Они также выступают в роли организаторов шоу «Пылающий лед», «Лепснуйентис Ледас», ежегодно проводящий госи в период рождественских праздников в Литве. Наибольшую известность в России им принесло участие в «Ледовых спектаклях» Илья Вербуха. «Огни Большого города» 2010 и «Тайна острова Сокровищ» 2012, а также телепроектах Первого канала.